Лыжный спорт базовый для Ивановской области. В регионе на профессиональном уровне занимается более полутора тысяч спортсменов. Еще две тысячи – это любители и ветераны. Об успехах и перспективах молодых ивановских спортсменов-лыжников журналистам рассказали ивановские чиновники. Основной состав сборной команды выезжает в Финляндию на подготовку. Это город Монио на финские трассы, где очень рано ложится снег. Почему? Потому что у нас с вами первые старты у основного состава. Первые старты уже начинаются 14-16 ноября. Вторые старты сразу проходят международные, я имею в виду, 20-23 и 29-30, что будет способствовать хорошей подготовке к отборочным соревнованиям, которые пройдутся в Тывкаре 3-7 декабря и 10-16 декабря. Основной состав команды готовится к отбору в сборную страны. Сейчас в Иванове два кандидата на вхождение в нее. И это полковников Борис по спискам и Смирнова Наталья. Те, которые, я думаю, должны завоевать место и, будем говорить, защищать честь Российской Федерации на европейских юношеских играх. Борис – потомственный лыжник. Его кумир – собственный отец Александр Полковников, мастер спорта СССР. Именно он в 8 лет поставил мальчика на лыжи. Теперь у Бориса есть цель, к которой он упорно идет. Отобраться на сборную команды страны и на Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Вот это на данный момент моя самая главная цель. В целом, конечно, это как у любого спортсмена стать олимпийским чемпионом. Лыжникам-юниорам тоже не до отдыха. Впереди у них первый президентский зимний фестиваль. И чтобы успешно представить на нем регион, спортсмены должны быть в хорошей форме. В буквальном смысле. Поэтому участникам команды вручили комплекты новенькой спортивной формы, в которой им и предстоит покорять вершины турниров.